Конечно, этот год Путин может себе записать в актив в том отношении, что на момент, когда он принимал власть, когда он возвращался в Кремль, оппозиционное и протестное движение было куда сильнее, и его собственная уязвимость репутационная была достаточно высока. Сейчас она снизилась, и протестное движение находится в явном кризисе. Но это не значит, что можно почивать на лаврах, потому что, на самом деле, нельзя назвать стабильностью ту ситуацию, которая так сильно зависит от внешних факторов. Ситуацию, в которой власть не имеет инструментов работы с политической нестабильностью. А власть таких инструментов не имеет, потому что инструментами работы с политической нестабильностью, с вызовами в политической сфере, является, прежде всего, развитая партийная система, развитая система баланса в политике, в политическом поле, в политическом пространстве. У нас крайне слабая и деградирующая партийная система, то есть она не может выносить нагрузку, не в мирное время, условно говоря, не в чрезвычайных таких политических ситуациях, она не может канализировать в цивилизованное русло политическое недовольство, протест, она в этом смысле дисфункциональна. И вот эта проблема усугубилась. Поэтому, несмотря на то, что ветер переменно стих, это не значит, что власть стала сильнее. У власти по-прежнему нет хороших, надежных инструментов для того, чтобы модерировать, контролировать, направлять в нужное русло политическую энергию общества. И это проблема, конечно, не только Кремля, это проблема всего общества.